Еще раз подчеркну, особой любви между евреями и арабами нету, но и особой вражды здесь тоже на севере нашей страны нету. Поэтому здесь вот масса просто вот этих арабских деревушек с арабскими ресторанчиками, которые всегда рады, когда к ним приезжают посетители, неважно кто ты, еврей, христианин, всем всегда рады. Но, если вдруг начинается где-то волнение, то все это хрупкое равновесие моментально рушится, и всегда арабы выступают против евреев. Ну, так исторически сложилось. Мы о бедуинах с вами еще не закончили. Так вот, смотрите, в армии обороны Израиля арабы не служат, их туда просто не берут. Есть арабы-христиане, которые добровольно могут служить в армии обороны Израиля по желанию, в основном полиция или пограничная стража. Бедуины тоже по желанию могут служить в армии обороны Израиля. То есть вот те кланы, которые на север переселились в страны, их шельхи, главы этих общин, они справедливо решили, что 20-21 век на дворе, и уже надо как-то интегрироваться в современное общество. И они разрешили своей молодежи добровольно служить в армии обороны Израиля. И на севере нашей страны, извините, на юге нашей страны, на границе с Египтом, дислоцирован специальный батальон бедуинских следопытов. Продолжение следует...